Здравствуйте, я Владимир Антохин. В год науки и технологий в эфире программа Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Здравствуйте, я Екатерина Шугаева. Через 10 лет аутизм станет нормой. Не хотелось бы, конечно, до этого доводить, но разберемся, потому что я все-таки пригласил оптимистов, как и всегда, которые считают, что через 10 лет аутизм действительно станет нормой. Это Андрей Ястребов, историк и теоретик культуры. Добрый вечер. Здравствуйте. И Екатерина Мень, специалист по вопросам аутизма. Здравствуйте. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы к аутизму относились нормально. Однако, чтобы сам диагноз становился нормой, мне бы не хотелось. Поэтому у меня по традиции в гостях скептики. Это Александр Карасев, педиатр, врач клинической диагностики. Добрый вечер. И Артур Хаустов, психолог, дефектолог, логопед. Добрый вечер. Добрый вечер. В конце программы наши гости-оптимисты сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет аутизм действительно станет нормой. Об истории аутизма расскажет наш эксперт профессор Капустин. Что такое аутизм, толком никто объяснить не может. Во всяком случае, коллеги с медицинского факультета пускались в самые пространные объяснения. В общем, сходились на том, что это болезнь, возникающая из-за проблем в голове у человека. Признаки аутизма могут быть замечены с самого раннего возраста ребенка, но иногда они не проявляются и до 2-3 лет. Основной признак аутизма – проблемы с общением с нормальными людьми, ограниченный интерес к окружающему миру. У мальчиков заболевания встречаются в 5 раз чаще. Аутизм всегда сопровождается умственной отсталостью. По данным ВОЗ, число детей аутистов сегодня составляет менее 1% от числа всех детей. Но эта статистика весьма недостоверна, поскольку невозможно четко определить критерии, что такое аутизм, чем отличается аутизм от нормального человека. Кроме того, детям с легкой формой расстройства не ставят диагноз аутизм, их просто считают странными и необычными. И это в корне неверно. Они – больные дети. Что касается взрослых аутистов, то их признают недееспособными и включают в разряд шизофреников. Серьезно? Да. Екатерина Евгеньевна, действительно, давайте разберемся все-таки с предметом. Вот что, когда появился диагноз аутизм и вообще общительность и аутизм как-то связаны? Общительность и аутизм связаны, но не в связи с тем, что люди с аутизмом все не общительны, а в связи с тем, что при аутизме всегда есть нарушение коммуникативной функции. Если коммуникативная функция не нарушена, то она, собственно, лежит в основе того, что дальше не происходит нормального построения социальных связей. Потому что без коммуникации социальные отношения очень сложно выстраивать. Если она не нарушена, то это не аутизм. Ну и, конечно, если можно, я прям буквально несколько комментариев по поводу... Капустина. Да. Да, 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 это мы любим. Да, мы любим, когда с ним спорят. Вашего эксперта. Соответственно, он сказал, что сопровождается аутизм всегда умственной отсталостью. Это не так. Умственная отсталость, интеллектуальные нарушения вообще не являются частью симптомокомплексов или критерием аутизма. Распространена она так же, как и у людей без аутизма. Есть люди без аутизма, собственно, отсталостью, и есть бесы. И точно так же в аутизме никаких абсолютно такой прямой, обязательной какой-то корреляции. А ещё он сказал, что признают взрослых людей инвалидами. Вот, да. Взрослые люди по-разному. У всех своя, как сказать, судьба. Аутизмов много. Это спектр. Называется это расстройство аутистического спектра. В общем-то, сейчас уже в мировом таком дискурсе, в мировой конвенции, так скажем, научной, медицинской. И, конечно же, эта же конвенция, в общем, давно пришла к тому, что между аутизмом, допустим, и шизофренией... Ну, как сказать, шизофрения – это отдельный диагноз. Может ли быть шизофрения у человека с аутизмом? Да, как и у человека без аутизма. Но это совершенно отдельная история. Вот. Аутизм – это действительно нетипичная организация мозга, нетипичная организация мозга. Но при этом всё-таки аутизм сидит не только в голове, так скажем, а он сидит во всём теле. Аутизм – это, в общем, нарушение определённых молекулярных механизмов во всём организме, который формирует вот такой нетипичный способ. То есть, как я говорю, аутизм – это способ адаптации нетипичного мозга к типичному миру, к типичной реальностью. Мы ещё подробнее это обсудим. Артур Валерьевич, как тогда ставят диагноз аутизм и в каком возрасте? Диагноз аутизма, он ставится вообще после трёх лет, начиная с трёх лет, и ставится он врачом-психиатром. Каким образом диагноз ставится? Он ставится, безусловно, на основе международной классификации болезней. И в этой международной классификации болезней, то, что относится к аутизму, там есть определённые критерии, на основании которых, собственно говоря, этот диагноз и выставляется. И эти основные критерии относятся к области коммуникации, то есть умения коммуницировать с другими людьми, к области социального взаимодействия. Это вторая группа критериев. И третья группа критериев, она относится к стереотипности поведения. То есть к таким формам поведения, которые являются повторяющимися, они являются навязчивыми. То есть то, что мы вкладываем в слово «стереотипы». И когда выставляется диагноз, психиатр, безусловно, смотрит на то, какой набор критериев вот из этих трёх областей есть у ребёнка. И в настоящий момент диагностика, она осуществляется на основе метода наблюдения. То есть только визуально? Да. То есть в большей степени, когда мы смотрим, когда психиатр смотрит ребёнка, предположительно, с признаками аутизма, он смотрит в первую очередь на его поведение. То есть, опять же-таки, проявляются ли во внешнем поведении такие вот нарушения, как нарушение коммуникации, социального взаимодействия и стереотипы поведения. И вот этот вот метод, да, метод наблюдения, он, безусловно, дополняется различными методиками, в том числе тестовыми методиками, известными инструментами, которые используются на планете Земля. Но важно понимать, что когда мы говорим об объективности, да, вот этого метода... Да, объективность диагноза, ведь это целый спектр тогда. Да. Когда мы говорим об объективности наблюдения, то наблюдение может быть достаточно объективным, в том случае, если достаточная квалификация у специалистов, это первое. И второй момент, если у специалиста достаточно времени для того, чтобы оценить эти проявления. Вот, кстати, родители приходят с ребенком к специалисту, у них на прием там 15 минут. Ну, хорошо, полчаса. Что за полчаса может специалист объективно оценить? Абсолютно точно. И если у нас мало времени, да, на проведение диагностического приема, если у нас мало времени, если у нас недостаточно компетенции у какого-то специалиста, а надо понимать, что достаточное число специалистов, которых специально этому не учили в институте, то, безусловно, говорить о том, что этот диагноз, выставленный диагноз, он является, так сказать, достоверным, здесь сложно. И очень много мы имеем случаев вообще по России, что у ребенка реально аутизм есть, а этот диагноз ему не выставляют. А ему не поставили. И здесь есть вот эта история, связанная с субъективным мнением. Но у обученных психиатров это не имеет большого значения, то есть они редко ошибаются, если это хороший психиатр. Андрей Леонидович, ну вот кого только в аутистов не записывали, и художников, и писателей, и музыкантов, а как вообще со временем в мире менялось отношение к аутизму? Ну, вообще само понятие, аутизм появляется только в 20 веке, в первом десятилетии, и претерпевает какую-то эволюцию. Когда начинают заниматься уже аутизмом у детей, потом подключается к этим студиям, подключается литература, появляется огромное количество произведений, связанных с подростком, которые не могут социализоваться, и так далее. Но аутизм куда более древняя история. Вообще первые аутисты называются идиотами. То есть в античности идиотом называется тот, кто не включен, сознательно не включается в социальную жизнь общества. Тот, кто игнорирует. Ну да, в смысле Достоевского называют его идиотом, потому что он ведет себя странно, да? Да, почти в античном смысле этого слова. Вспомним Диогена с его бочкой. Вот вам, пожалуйста, первый идиот или первый аутист. То есть в данном случае слово идиот не несет того оценочного значения, к которому мы привыкли, используя его в метафорическом значении. Следующий этап – это овидий. Гениальная фраза, сказанная в «Скорбных элегиях». «Счастлив тот, кто успел спрятаться». То есть идея самоспрятывания уже лежит в античности. Кто они? Идиоты, но не аутисты. Потом уже в христианскую эпоху появляется термин «профан». «Профан недопущенный» или по собственному желанию, или по некомпетентности, недостаточно духовной квалифицированности, чтобы быть допущенным в церковь. Я пропущу, я не знаю, там, Средневековье или эпоху просвещения. А теперь о самом главном. О рекламе, о моде на аутистов. Помните, мы с вами писали все сочинения «Лишний человек». Лишний человек, да. «Лишний человек». Это и Печорин, и Онегин, и дальше уже пошли все эти рудины с теми или иными корреляциями по отношению к девчонкам, обществу или еще чему-либо. Благодаря Дружинину появляется новый тип, госпитальный тип, который вытесняет лишнего человека. То есть мы уже госпитализируем этого человека, мы переводим его в другое качество и другую квалификацию. И вот таким образом вся литература, с которой связан наш подросток, одинокий подросток, нуждающийся в любви, обвешанный весь порыщами, печалящийся от того, что у него маленькие ростика, его девушки не любят. Он, хочешь не хочешь, обращается к культуре, обращается к литературе, которая предлагает ему весьма узкий диапазон возможностей. Или быть лишним госпитальным человеком, или превращаться вынужденно в маленького человека. Не забывайте еще об одном очень важной вещи. Это философско-экономические рукописи юного Маркса, где он ввел категорию отчуждения, которая касалась сначала, касалась прежде всего отчуждения рабочего. Но потом было расширено это понятие до отчуждения самого себя. Если у меня нет денег, условно, я отказываю себе в посещении театра, посещении музея, в отдыхе, в книге. Я самоотчуждаюсь. У меня есть ограниченные возможности для самореализации. Ну и, конечно же, молодежное движение 20 века. Вот здесь куда более модного явления, чем хиппи, например, для 60-х годов, чем битники, чем рассерженные молодые люди. Вы понимаете, придумать просто невозможно. Потому что отчуждение или модный аутизм становится нормой твоего невынужденного, а выбранного существования. И поэтому, когда мы говорим с вами об аутизме, здесь не только нужно говорить о детском аутизме. Здесь нужно говорить о моде на аутизм. Здесь нужно говорить о вынужденном аутизме, об отчуждении, например, там, социальном, возрастном, каком угодно. Что вы можете предложить, я не знаю, пенсионеру, который больше никому не нужен? Телевизор с мульными операми. Дача грядки. Это в лучшем случае. Это пока есть здоровье. Как только первый раз ломалась спина, наш пенсионер вынужден оставаться один на один самим собой. С телевизором. С телевизором, который рассказывает не о его проблемах. Потому что он рассказывает о проблемах юных, молодых, трепещущих и обязательно обретущих когда-нибудь этот долгожданный поцелуй. Ну, понимаете, пенсионеру нечего дожидаться поцелуя ни от судьбы, ни от девушки, ни от Брэда Питта. Хорошо. Александр Владимирович, сколько людей с аутизмом сегодня в мире, мне кажется, или их становится больше? Или просто об этом больше говорят? Да, действительно, людей становится с поставленным диагнозом по международной классификации болезней больше. По некоторым данным, каждый 54-й ребёнок, по последним данным, сегодня прям посмотрел. Ну, вот Капустин сегодня написал, что 1% детей больше. Соответственно, это люди, которым выставлен диагноз. Ещё 10 лет назад такая вот статистика примерно была 1 на 150 детей. Что, мы разобрались в постановке диагноза, детей становится с аутизмом действительно больше, и я предлагаю немножечко рассмотреть, как работает мозг, может быть, чуть-чуть поймём, что же это такое. Ну да, так как вообще диагноз штука субъективная оказалась. Вот давайте представим наш головной мозг. Центральная нервная система. Это процесс роста, развития и приобретения новых связей. Кора головного мозга, особенно, так называемая, префронтальная её часть, это то, что обеспечивает наше социальное взаимодействие. Это то, что отличает нас от животных. В ней есть 5 слоёв, в ней есть чёткое расположение различных нейронов, клеток нервной системы. И на самом деле, если мы посмотрим на мозг, то это абсолютно закрытая система, которая принимает сигналы извне, которая выдаёт сигналы извне. Допустим, возьмём наш какой-нибудь телефон. Вот представим, что здесь есть интерфейсы системы коммуникации. Вот, допустим, мы не можем включить здесь клавиатуру и что-то написать. Но он же всё равно работает. Он работает, да? То же самое и с мозгом. Вот эта коробочка, которая заключает в себе нервную систему, на самом деле функционально принимает очень большое количество сигналов. Эти сигналы, если носят социальный характер, то у нас есть определённые области. Распознавание речи, распознавание визуальных стимулов, а внутри множество связей. На самом деле, удобно мозг представить как структуру с многомерным пространством. Трёхмерная структура анатомическая, всё происходит во времени. А ещё есть химическая структура мозга, это медиаторная система. Минимум 8 основных медиаторов. Ну, для простоты понимания это может быть цвет проводников. Сигналы входят, обрабатываются. Да, и это пятимерная структура. Как же мы её можем сейчас диагностировать? Первое, это способы визуализации. Мы можем сделать МРТ и по слоям посмотреть, что да, действительно, есть некоторые примеры аутистического спектра, когда неправильно расположены тончайшие структуры слоёв коры головного мозга. То есть всё-таки можно диагностировать не только визуально, а томографию. Да, но в большинстве случаев мы ничего не видим. Абсолютно нормальная структура мозга. Начинаем исследовать физиологически, посылать импульсы, смотреть, как он отвечает, наш мозг, дорогой. Делаем электрофизиологическое исследование, и опять не получаем характерных сигналов. И тогда мы думаем, а что же могло привести к тому, что такое многообразие симптомов, на самом деле, которые связаны с коммуникацией, у нас могут быть. Да. Начинаем вот рисовать наш такой пирог причины аутизма. Что же это такое? Смотрим. Если это близнецы, у которых вероятность больше, значит, вклад в генетике всё-таки есть. И, правда, мы видим, процентов 10-15 – это генетика. Соответственно, мы можем её посмотреть. Отдельные синдромы, которые мы можем сейчас зафиксировать, они подтверждаются генетически. Дальше мы смотрим. Мозг развивается, приобретает новые связи и упорядочивается структура во время беременности и родов. А есть ли вклад беременности и родов? Конечно, да. Мы его находим порядка 20%. Это у нас, соответственно, вот нарисуем... Беременность даже. Да-да-да. Скажем так, это наша беременная женщина, а там наш плодик сидит. Соответственно, это вот факторы беременности. К туда относится приём некоторых лекарственных препаратов, инфекции, различные неблагоприятные стрессовые ситуации, которые возникают у будущей мамы. Инфекции занимают отдельную роль. Они могут повреждать напрямую нервную систему. И в основном это связано с детским церебральным параличом, как мы сейчас знаем. И дальше у нас остаётся большая часть пирога, которую мы до сих пор не знаем. Ну, 70% в 65%. У нас нет химического эквивалента. А, вот это всё неизвестно. У нас нет химического эквивалента. Анализ крови на аутизм не существует. У нас есть, как правильно заметил коллега, функциональные тесты. Мы можем предъявить много стимулов и посмотреть, как мозг неправильно отвечает на них и сделать вывод. Но при этом здесь вроде бы всё нормально. Опять же, с точки зрения конкретного человека. Конкретного человека. А с другой стороны, да, вот различные эти методы, они субъективные. Они также дают нам субъективное представление, что мозг неправильно процессирует и выдаёт информацию. То есть просто, значит, мы ещё пока плохо смотрим мозг. Очень частый вопрос, который в информационном пространстве сейчас обсуждается. Есть ли здесь место прививка? Мы смотрим исследования, которые выполнены в 2002 году, самое масштабное. Более 500 тысяч людей с поставленным диагнозом аутизм просмотрели, были ли там прививки или нет. Прививок здесь нет. Это всем нормально изменяемым людям, понятно. Но хотя мы это ещё обсудим, вот эти странные мифы какие-то. И ещё последнее дополнение, то, что когда уже мозг, мы понимаем, работает не так, как в большинстве, то есть отличается от нормы, это действительно социальное или физическое неблагополучие, как даёт определение заболеванию ВОЗ, мы задаём ещё один вопрос. Скажите, а не могли ли ли все факторы вот этого информационного шума и действительно высокой нагрузки на нашу информационную систему быть одним из факторов? Сейчас этот вопрос обсуждается. Я думаю, что мы здесь можем смело добавить ещё процентов 20. Это наша дорогая цифровизация. Соответственно, это избыточное количество информации в детском возрасте, которая перегружает нервную систему и заставляет её адаптироваться к избыточному потоку информации. Спасибо. Хотя удивительно. То есть если мы не видим никаких нарушений в мозгу, то вариантов два. Либо мы плохо смотрим, либо нарушения не в мозгу. Расскажем, но после рекламы. Реклама на НТВ. В год науки и технологий в эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет аутизм станет нормой. После, да. Вот теперь интересно уж точно разобраться. Но мы это выясним, потому что в конце программы наши гости оптимисты и скептики сделают прогноз, с какой вероятностью действительно аутизм станет нормой. И вот теперь дай разобраться. Как вообще отвести ребёнка? То есть по каким признакам? Это, конечно, биологическое. То есть это основы биологического аутизма. Как родители должны понять, что надо уже идти? По внешнему виду как-то. Родители поймут это раньше всех. Вообще-то, на самом деле, за родителей можете не беспокоиться. Это первые люди, которые определяют, что ребёнок развивается нетипичным образом. И проблема в том, что, как правило, специалисты не очень доверяют родителям. Говорят, идите, подождите, посмотрим, когда он маленький, да ещё это, и так далее, и так далее. Мы теряем время. Допустим, вот диагноз поставили, а дальше-то что происходит? Да подожди, дай разобраться с диагнозом. Артур Валерьевич, а как мне точно понять, по каким признакам понять, что ребёнка пора уже вести? А взрослого человека, если я смотрю на взрослого человека, я смогу по внешнему виду определить всё-таки? На самом деле, абсолютно точно, что настороженность родителей здесь подскажет, да, и поселит какую-то тревогу. Откуда возникает эта тревога? Даже если мама родила ребёнка первый раз, и у неё нет другого опыта воспитания ребёнка, всё-таки, посмотрите, чем больше растёт ребёнок, да, она тем больше выходит на улицу, и выходит на улицу, и там к двум годам дети играют на площадке, и раньше они играют на площадке. И у мамы есть возможность увидеть, да, сравнить своего ребёнка. То есть они что, не так играют? Есть специфические, да, вот эти вот вещи связанные. Какие? Ну, например, ребёнок играет очень однообразно, да, у типично, нормотипично развивающихся детей игра развивается, и развитие этой игры, оно происходит достаточно стремительно, и от истории, да, связанной с пересыпанием песка до, скажем, символической игры, когда используется, например, ручка вместо пистолета, бью-бью-бью, да, вот происходит, проходит достаточно мало времени от рождения, и дети в два, в три года уже используют вот эти предметы заместителя. Ну, слушайте, а если ему просто нравится пересыпать песочек, и он пацифист, и не хочет стрелять? Возникает ли какой-то социальный смысл, какой-то сюжет, на самом деле, минимальный сюжет в его игре? Потому что игра предполагает, на самом деле, конечно... А по взрослому человеку всё-таки можно определить? Ну, вот я увижу, человек идиот, я смогу? В этом есть некоторая сложность. Вот посмотрите, дело в том, что, с одной стороны, когда мы видим проявление аутизма, мы, специалисты, которые много раз видели людей с аутизмом, мы можем сказать, да, что вот это вот, например, типичное проявление для аутизма, ну, например, человек сенсорно перегрузился, да, и он в этот момент может делать разные стереотипные движения, он может даже биться головой об стену, и мы понимаем, что вот эти проявления, они довольно часто встречаются при аутизме. Но, с другой стороны, проблема заключается в том, что, когда, например, люди на улице видят ребёнка с аутизмом, и ребёнок с аутизмом вот в их понимании плохо себя ведёт, и им кажется, что он невоспитанный ребёнок, а на самом деле он не невоспитанный, у него сейчас какая-то сложность, какая-то проблема, с которой нужно помочь. Как будто вот заклинило с какой-то стереотипом. Абсолютно точно. И здесь очень сложно распознать, на самом деле. И если, например, человек едет, ну, например, в инвалидной коляске, или у него одеты очки, и у него вот осанка специфическая для людей с нарушениями зрения, таких людей их видно сразу, и мы можем им помочь. И легко идентифицировать, да. Их легко идентифицировать, и мы можем им помочь. То, что мы часто делаем в метро, собственно говоря. Но тогда, когда мы говорим о человеке с аутизмом, то он может быть либо, да, совершенно незаметен, но дальше, когда у него начинаются какие-то специфические для аутизма проявления, то они могут быть спутаны с какой-то невоспитанностью, а не с тем, что ему сейчас просто нужна помощь. Можно я ещё одно маленькое уточнение, которое, наверное, может быть, упростит следующий диалог? Дело в том, что вот когда ваш эксперт Капустин говорил про интеллектуальную недостаточность, или IQ, да, как бы, то сегодня, безусловно, вообще интеллект и аутизм исследуются отдельно. Это вообще отдельное направление. Есть очень сильные, как бы, школы, есть несколько университетов западных, которые конкретно занимаются памятью при аутизме, конкретно занимаются интеллектом при аутизме, нейробиологи это изучают и так далее. Но дело в том, что с точки зрения того, как мы оцениваем перспективы, перспективы человека с аутизмом, ребенка с аутизмом на будущее, его перспективы, имеет значение, специалисты в этом сходятся, имеет значение не IQ, а имеет значение IQ, коэффициент адаптивности. Это эмоциональная литика. Поэтому у нас бывает, аутизм это такая ловушка, у нас бывают очень высокоинтеллектуальные люди, молодые люди, которые владеют несколькими языками, программируют, пишут музыку и так далее, но совершенно, абсолютно десоциализированы, потому что они не знают, что делать с этими знаниями, как их предложить на рынок, как их обменять на деньги и на эти деньги купить хлеб. А есть дети с аутизмом, у которых адаптивность выше, и они могут обладать не самым высоким интеллектом, но при этом они могут работать в магазине, упаковывать, и даже какие-то минимальные, так сказать, социальные связи, то есть попадать в сообщество, в котором они бы удерживались, при условии, если это сообщество их принимает. Вот, поэтому здесь нету, к сожалению, то есть на самом деле, действительно много очень таких вот ловушек, таких вот именно при аутизме, про которые однозначно невозможно сказать, как будет, что будет, как поставить. Как раз, когда ставится диагноз, что делает родителям, родным и вообще, то есть вот поставлен диагноз. И вот там человека самого на учет ставят или как, наблюдают. У каждого будет свой маршрут, на самом деле, наша задача, то есть мы вообще говорим о том, что если мы хотим повышать адаптивность, то есть функционирование человека с аутизмом, мы действительно очень много в этом можем достичь, нам просто нужно учить его правильными методиками, правильными подходами. Подождите, мы же никогда не научим мозг разрывать старые связи, уметь зимой бывать. Мы научим мозг, потому что мы это делаем с вами каждый день. Вот сейчас мы с вами разговариваем, а у нас перестраивается нейросинаптическая сеть, чтобы вы знали. Здесь очень важно. Прямо в эту секунду. То есть мозг пластичен, есть эффект нейропластичности. И как бы он пластичен, есть нейрогенез и так далее. До конца смерти мы производим нейроны, связи и так далее. Да, но умение забывать получается намного важнее, даже, чем производить новое. Ну да, безусловно. Но просто реорганизация нейросинаптической сети в том числе происходит за счёт обучения. Адаптивно. За обучение, за счёт выработки новых оперантов и так далее. Они отражаются в сети. Если мы правильно детей учим, интенсивно, в правильной логике, то мы действительно меняем мозг. Мы можем влезть в этот мозг, можем его исправлять посредством правильного обучения. Артур Валерьевич, этот вопрос, на самом деле, очень тесно связан с темой, на которую уже отвечал Андрей Леонидович. И, на самом деле, действительно, за последнее время, если говорить о том, как менялось отношение к аутизму, то отношение к аутизму поменялось очень сильно. Всё больше мы переходим на модель образовательную. Что мало того, что раз нет связи между холодностью родителей и аутизмом, бывают потрясающие совершенно очень тёплые семьи, в которых есть ребёнок с аутизмом. И, соответственно, выводы какие? Нет, конечно же, ребёнка нужно оставлять в семье, обязательно укреплять его вот этими семейными корнями, учить его коммуникации в семье. И дальше, безусловно, обучать, использовать специальные методы работы. И эта модель уже не медицинская, она в большей степени образовательная. И следующий момент – это то, что сейчас последнее веяние – это модель социокультурной интеграции. Давайте чуть-чуть передохнём. Реклама на НТВ. В год науки и технологий в эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет аутизм станет нормой. Андрей Леонидович, мы когда готовились к программе, изучали поисковые запросы и пришли к выводу, что вообще людей не интересует аутизм или очень мало интересует. А почему так, если количество людей с аутизмом растёт? Есть какие-то вещи, которые просто не доходят до человека и не доходят по нескольким причинам. Вот обратите внимание, даже наша сегодняшняя передача развивается в такой педиатрическом ключе. То есть, когда мы говорим про аутизм, это касается не только детей, это касается даже не социофобствующих индивидов, это касается всех. Это касается и от рождения, и до смерти человека, потому что однажды человек становится аутистом не потому, что он боится общества, а потому что он делает какой-то выбор. Выбор делает под влиянием огромное количество причин. Я не могу, например, отвечать ни за педиатрию, ни за психологию, психиатрию и так далее. Я могу хоть чуть-чуть, хоть капельку, где разбираюсь, хотя бы там в культуре. Ведь обратите внимание, например, культовые тексты 20 века, связанные с аутизмом. Это Гафрампо, человек-кресло. Он создаёт кресло, герой, и забирается туда в качестве скелета этого кресла. И дальше описывается вот этот экзистенциальный опыт его общения с этим миром. Потому что ему не нужен голос, например, для того, чтобы выразить себя. Потому что слова обязательно обманут. Не в романтическом смысле, а в смысле экзистенциальном 20 века. Ему нужен сенсорный контакт с этим миром. И на уровне этой сенсорики он будет удовлетворён общением с этим миром. К этому, может быть, придут, я не знаю, там 10% населения. Вы понимаете, плохо ли это, хорошо? Вот мы, когда говорим с вами про аутизм, мы воспринимаем его как болезнь. Болезнь нужно лечить. Мы даже видим какие-то графики и схемы. А с другой стороны, это сознательный выбор. Ещё раз, не боящегося мира этого человека. Джойс Кэрол Оудс. Дочь приезжает хоронить своего отца. Задерживается буквально на 2-3 дня. Меряет его рубашку. И понимает, что она через эту рубашку, она вовлечена в тот мир, который жил её отец. Это аутизм? Да, это аутизм с точки зрения врача. Её бы забрали бы сразу же по 112. С этой же рубашкой. Завязав её длинные рукава. Нет, это выбор. Это сознательный выбор. Вы видите, я прекрасно понимаю, что мы сейчас можем, например, в конце передачи встать и спеть что-нибудь такое оптимистическое. Возьмёмся за руки, друзья. Для чего браться за эти руки? Во-первых, ковид. Во-вторых, я не знаю, какая необходимость вот этот краковяк в присядку нам устраивать, потому что каждый из нас болен вот этим, я не знаю, ощущением отчуждённости или эмансипированности от этого мира. Потому что каждый из нас, я не знаю, давайте вот после передачи погуляем по Красной площади. Нет, нам нужно прийти домой. У нас четверо детей, Катя, правильно? Мы всё меньше и меньше понимаем этот мир. Конечно же, конечно же. Нужно вообще всех приголубить и так далее. И поэтому, мне кажется, знаете, это не самый главный вопрос нашего мира. Не самый главный. Потому что, а, человек не воспринимает это как болезнь. Б, возможно, это и не болезнь. Почему? А потому что, в конце концов, мы воспитаны, все мальчики, к сожалению, не только на Лермонтове, мы воспитаны ещё на Джеке Лондоне. И мы прекрасно понимаем, что у нас в рюкзачках маленькая луковица. А в 50 милях от нас поселение с красивыми девушками, с красивыми детьми и с полукрасивыми старухами. И если эту луковицу я не принесу туда, за 50 миль, они умрут. И поэтому я делаю свой выбор. Выбор аутиста. Я иду туда для того, чтобы принести им и уйти обратно. Потому что меня ждут волки, чьей кровью я должен напитать свои силы. И поэтому лучше эмансипироваться. И, знаете, собирать вот эти вот марки. Вы понимаете, просто марки собирать, называя это всё не жестом аутизма, а называя всё это дело хобби. Или выпиливать лобзиком маленькие микроскопические унитазики. Вы понимаете, для какого-то, я не знаю, кукольного дома. Или, например, я не знаю, наблюдать за маленькой девочкой, которая делает в песочнице пирожные для своих кукол и не добавляет туда песка. Вы понимаете, в чём дело? Вопрос. Это девочка, которая делает маленькие... Или тот, кто выпиливает унитазы. Он не умрёт от голода, стоя рядом с полным холодильником? Вопрос вот в чём. Вопрос в том, что, понимаете, это совершенно другая... Да, несложно. Андрей Леонидович задаётся очень интересный дискурс, и хочется в него впуститься. Можно я как бы поженю? Да, я понимаю, что, наверное, ему скучно сидеть. Здесь мы действительно перешли в какие-то совсем такие медицинские вещи. Не-не, педиатрические, не медицинские. Я как бы попробую сбалансировать. У нас есть как бы такой классический, очень известный фильм «Человек дождя», на основе которого вообще, на самом деле, гениальный. Ему там было 30 лет буквально. И действительно, очень удачный фильм. У, естественно, героя Дастина Хоффмана был реальный прототип. Да, Ким Пик. Подавились ли нам дети, которые вот с такими сверхвыдающимися способностями? Ну, достаточно сильными математическими способностями в нашей работе попадались. Моей, я думаю, Артур Валерьевич точно так же. И вот к нам приходит мальчик, который в 7 лет вот исписывает всё с достаточно сложными уравнениями, доску и так далее, и так далее. Он не может завязать шнурки, он не может попросить нормальной еды, он не может сообщить о том, что у него болит. То есть у него много-много всяких вещей. То есть он требует постоянного сопровождения, при этом решая свои уравнения. И когда он приходит к нам работать, сегодня какой вывод? Когда сегодня, когда Артур Валерьевич говорит, что аутизм серьёзным образом реконцептуализировался, ну, в 21 веке это действительно совсем как бы очень сильно мы поменяли взгляд, подходы на это всё, на оценку, то мы, естественно, говорим, что мы должны учить человека хотя бы чему-то, что позволило бы ему выжить более-менее самостоятельно. Мы хотим, чтобы он сохранился хотя бы, ну, чисто, да, так сказать, физически. Вот. И когда мы начинаем учить, завязывая шнурки, делать бутерброд, здороваться с учителем, принимать правила, которые это, спокойно проехать в метро, две остановки и так далее, и так далее. Куча социальных правил, которые мы с вами автоматически осваиваем, то у нас вот эта гениальность, понимаете, то он выравнивается, она падает. И это, опять же, это тоже точно с точки нейробиологии можно объяснить, но родитель, у которого мы спрашиваем, вы хотите, то есть вы хотите, чтобы ребёнок решал, то есть брал интеграл в семье, и не мог, и требовал бы совершенно просто неусыпного, так сказать, ухода. Постоянного, собственно, да. Или вы хотите, чтобы он вышел, естественно, родитель будет выбирать второй сценарий. И именно исходя из этого, из этого повышения функциональности человека, давания ему навыков всё-таки каким-то образом приспосабливаться, то есть чуть-чуть, но всё-таки уметь взаимодействовать, чтобы как бы его десенсибилизировать, чтобы от каждого звука у него не взрывался мозг, и он бы не фрустрировался и так далее. Это те стратегии, которые сейчас мы во вмешательство принимаем. Когда мы говорим, что через 10 лет аутизм станет нормой, то в данном случае для меня важно то, чтобы нормой стал... То есть аутизм стал частью нормального общественного ландшафта, частью нормальной добросовестной профессиональной работы и конвенции, о которой бы мы все договорили, что мы ведём себя так, и мы понимаем так. Александр Владимирович, смотрите, чем быстрее мы начинаем социализировать человека с аутизмом, тем больше у него нейропластичность мозга, тем больше мы ему можем помочь. С другой стороны, диагноз ставится только после трёх лет. Так, может быть, какие-то технологии должны развиваться для того, чтобы мы как можно раньше ставили диагноз, может быть, там, до рождения и начинали социализировать сам в рождении? Самые интересные перспективы нас ждут в генетике. Действительно, некоторые синдромы имеют чёткую характеристику, в какой хромосоме, какая перестройка произошла, и мы сейчас уже имеем в руках технологии, которые позволяют диагностировать такие изменения, ну, практически уже на первом триместре беременности. Вторая часть – это скрининг родителей. Мы сейчас не можем сказать, что есть ген аутизма. Это очень многофакторная и полигенная ситуация. Но с другой стороны, у нас появляются сложные математические алгоритмы, которые высчитывают вероятность с очень высокой точностью, что да, действительно есть совокупность различных генетических особенностей, которые в сумме даёт, да, большую вероятность расстройства аутистического спектра. С другой стороны, как я уже говорил, у нас нет лабораторного теста, который по крови скажет, что да, вероятно, такой диагноз. Поэтому, с другой стороны, развитие идёт в более такие социальные и образовательно-тестировочные технологии, когда действительно вот эту функцию, в общем, субъективного врача, который осуществляет контакт с пациентом, с возможным аутистом, возможно, мы переложим на алгоритмы. Ты, кстати, знаешь, что такое ипотерапия? Да, это когда животные, лошади общаются... Вот, лошади. Я заезжал к нашему другу Павлу, и он рассказал, что к нему периодически обращаются родители, детям которых поставили диагноз аутизма, вот он совершенно бесплатно предоставляет им для социализации, смотри, вот такого красавца. Мне кажется, знаешь, даже взрослым хорошо бы социализироваться, что он такой хороший. Я бы прям тоже вот так прижалась, бы постояла. Мне кажется, меня тоже бы от чего-то вылечило. Хочешь, прокатись? Хочу. Ну, давай. Ех. Ух ты! Ну, поехали. Будем с тобой лечиться. Артур Валяевич, действительно, какие появятся технологии, может быть, новые методы для лечения? Вот помимо просто социализации или социализации с животными, может быть, что-то еще появится? Честно говоря, такое начало вот этого вот вопроса, оно на самом деле потрясает. И здесь вот в чем дело. На самом деле, хотелось бы сакцентировать внимание на том, что лечение по отношению к аутизму, наверное, это не вполне корректный термин. И вот в чем дело. Если рассматривать все-таки аутизм не так широко, да, вот как сегодня уже было обозначено, а все-таки с точки зрения нарушения развития, то обратного хода нарушенному развитию уже нет. И поэтому, когда мы говорим о лечении... Как нет? Вы же сами говорили о нейропластичности мозга, о том, что можно научить забывать старое, учить новое. Можно научить новым вещам, но есть какие-то вещи, да, то, о чем мы говорили. Это генетические какие-то поломки, предрасположенности, это нарушение обмена веществ, многие-многие другие вещи. Обмена веществ тоже есть. Даже нарушение обмена веществ, это достаточно частая история, связанная с аутизмом. А изначально, вот первопричиной всего, все равно является генетическая предрасположенность, о которой мы говорим. Но дело в том, что действительно нету какого-то определенного гена или определенного набора генов, которые за это нарушение отвечают. Сводить к тому, что через генетику мы все... Ну, то есть в этом смысле более ста генов известно. Кроме того, да, есть компоновка, но такая же компоновка генов есть у тех, у кого аутизма нет. Хорошо, тогда у меня вопрос к нашим гостям, оптимистам и скептикам. Ну, смотрите, пандемия, вот все ходят в масках, внешне никаких эмоций мы не видим у людей. Люди утыкаются в мобильные телефоны, коммуникаций все меньше и меньше, социальных. Ну, практически все демонстрируют признаки, ну, так скажем, социального аутизма. Так, может быть, вообще аутизм – это новая ступень эволюции человека, и не надо этому сопротивляться? Ну, вот я здесь скорее к Андрею Леонидовичу примкну, что на самом деле опыт аутизма в связи с тем, что мы испытываем последний год, мы испытываем достаточно все на себе очень четко. Это правда. Потому что мы действительно не можем... То есть люди с аутизмом плохо распознают эмоции с лица. Мы тоже с вами плохо распознаем. Сейчас есть исследование, что глаза, улыбающиеся человек под маской, выглядят как гневные глаза. Как агрессия, да. Да, да. И так далее, и так далее. То есть действительно мы этот опыт на себе очень хорошо прочувствовали, но не хотелось бы, чтобы он продолжался дальше. Я хотел бы сказать об одной из серьезнейших опасностей, которую мы сейчас видим. Смотрите, в чем дело. Дело в том, что, опять же таки, мы говорим о веке информационных технологий. Мы все этим пользуемся. И вот дети, если говорить о том, как происходило детство раньше и сейчас, ну, уже все устали от этого тезиса. Да, сейчас все дети в гаджетах, а раньше они играли. Посмотрите, что такое игра. Игра – это развитие социальных навыков, коммуникативных навыков и воображения. То есть это как раз те три области, которые дефицитарны при расстройствах аутистического спектра. И если ребенок, ну, скажем, нормотипичный, да, он может играть вот в гаджет, или он может играть... В ручку. В ручку, или он в песочницу, или с машинками. Вот все-таки у него формируются социальные коммуникативные навыки и гибкость мышления. А если мы говорим про аутизм, то при аутизме вот эти вещи, они самостоятельно не формируются. И когда мы теряем игру, когда мы теряем игру в детском возрасте, то мы теряем возможности социализации ребенка с аутизмом с учетом того, что у него в игре могли бы развиться эти дефициты. По вашему прогнозу, с какой вероятностью через 10 лет аутизм действительно станет нормой? Да, понимаете, там, Александр Владимирович, с вас начнем. Есть у вас прогноз? Я думаю, что это совсем ничтожная вероятность, ближе к нулю. Потому что, так или иначе, аутизм – это болезнь. Это не норма. Как бы мы дальше не развивались, не применяли сейчас научные методы, шарлатанские методы, может быть, общественное мнение, но, так или иначе, болезнь – это определенное состояние и определенные критерии диагноза. В общем, ноль. Ноль. Спасибо. Аутизм будет сопровождать человека постоянно. И, по всей видимости, он будет все усиливаться и усиливаться. Не дай бог, еще пару пандемий, и мы все разбежимся по своим каким-то госпитальным клетушкам наших представлений об этой жизни, и вряд ли мы оттуда выйдем. И не забывайте еще об этом. Сейчас появится мощная тенденция в культуре, в которой будет воспеваться пандемия как некий инструмент увеличения и масштабирования твоих способностей. Помните, в начале пандемии был разговор о том, что «Ой, это хорошо, я буду сидеть дома, я выучу японский, японский хинди». Друзья мои, они разучились по-русски говорить, а не то, чтобы японский учить. Почему? Потому что есть расхолаживающая вещь. Это болезнь. Когда у тебя температура, извините меня, не до олимпийских рекордов, и поэтому, когда у тебя температура в болезни аутизма, и все болеют этой заразой, то не надо вообще, я не знаю, показывать свою грандиозную интеллектуальную и физическую мускулатуру. Я думаю, что 50%. 50%. Спасибо большое. Если мы говорим о промежутке времени 10 лет и с научной точки зрения, то, конечно, вероятность этого она стремится к нулю. Но, с другой стороны, важно понимать, что нормализуются некоторые другие вещи. Например, отношение общества к людям с аутизмом, оно в каком-то смысле нормализуется. То есть оно станет спокойным, оно станет принимающим, скорее всего. И что очень важно, это то, что мы будем понимать, общество будет понимать, где встроить, куда встроить людей с расстройствами аутистического спектра с учетом их, в том числе, преимуществ, в том числе в работе. Таким образом, нормализация будет происходить за счет того, что мы будем понимать, что такие люди среди нас, и где есть их место, где есть их преимущество, как их адаптировать. Вероятность, что станет нормой аутизм, близится к нулю. В общем, округлим до нуля. Ноль. Спасибо. Если мы говорим о том, что это станет все-таки частью нейроразнообразия и частью такого, ну, как бы сказать, более, частью принятия, то есть то, что мы понимаем, что в обществе есть вот такие нейроотличные люди, у которых есть свои роли социальные, у которых есть свои позиции, то, конечно, мне бы хотелось, чтобы, ну, как минимум 50% на перспективу вот такого развития событий, отношения, принятия, как раз, то есть мне бы хотелось, чтобы это было не меньше, по крайней мере, такая вероятность. 50%. Спасибо большое. Володя, вероятностью 25% только аутизм станет нормой. Знаешь, меня немножко пугает, что сейчас, там, в прошлом году окружающая среда была такая, которая способствовала некому развитию аутизма у всех. Вот этого бы точно не хотелось. Но о том, чтобы люди синдрома аутизма хорошо адаптировались, списывались, да, и общество их принимало, что самое главное. Да, вот этого хотелось бы. Ну, и, в принципе, итогом нашей программы как раз, наверное, является то, что люди будут абсолютно спокойно относиться к людям с таким синдромом. По крайней мере, да. Будем на это очень надеяться. Это была программа... Мы наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменить, в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Не болейте, увидимся через неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok